Электричество без перебоев, а оплаты нет. На 1 октября жилищные организации Чистополя задолжали ТАТ-энергосбыту более 3 миллионов рублей. Энергетики вынуждены пойти на крайние меры, отключить офисы и подсобные помещения. В один из таких рейдов выезжал и Василия Хузина. Сначала сотрудники ТАТ-энергосбыта посетили столярный цех управляющей компании «Жилищник-2». За организацией числятся долги почти в 950 тысяч рублей на 1 октября. На месте оказались только рабочие. Энергетики сняли показания счетчиков и отключили помещение от электричества. Это офис одной из управляющих компаний города Чистополя «Жилищник-2». Мы видим, что с 7 утра работает. Работает по факту. Сейчас время у нас без пяти девять. Офис закрыт. Мы предполагаем, что это в связи с тем, что вот сейчас было проведено частичное ограничение одного из объектов. На втором объекте энергетикам все же удалось попасть в офис должника. За управляющей компанией «Наш дом», по данным ТАТ-энергосбыта, на 1 октября числится просроченная задолженность 804 тысячи рублей. Контору также отключили от света. Подъехали представители руководства компании. Уведомление получали? Нет. Однако уведомления о предстоящем отключении были заранее разосланы управляющим компаниям. Говорят, энергетики демонстрируют документы. Информация об этом была продублирована и в местной прессе. Более того, есть даже ответ организации «Наш дом» на это уведомление. Поэтому офисы и структурные подразделения компании отключаются от электричества в рамках закона. Свет они получат лишь после полной оплаты долга. На 1 октября 2012 года управляющие компанией города Чистепля имели просроченную задолженность 3 миллиона 66 тысяч рублей. Неоднократные с нашей стороны шаги по урегулированию данного долгового вопроса должного результата не дали. Проблема неплатежей за потребленную электроэнергию давно уже приобрела хронический характер. В общем-то, хотелось бы напомнить всем, что ТАТ-энергосбыт является гарантирующим поставщиком на рынке электроэнергии. Мы покупаем электроэнергию и оплачиваем за неё день в день. Поэтому нам очень важно, чтобы долгов не было ни у населения, ни у управляющих компаний. Проблему обсуждали с городскими властями. ТАТ-энергосбыт предложил взять население на прямые расчёты, но руководство Чистеполя пообещало решить вопрос просроченного долга до конца года. В августе было священие в администрации города Чистеполя с участием представителей ТАТ-энергосбыта, на котором было принято решение составить график погашения задолженности. Но до сих пор график погашения не был предоставлен ТАТ-энергосбыта. Свет населения не оплатил в порядке 3 миллионов рублей. И что нас беспокоит, это идёт по нарастающей. При администрации города создана комиссия по взысканию задолженности населения. То есть член этой комиссии это сами ресурсоснабжающие организации, единорасчётный центр, управляющие компании, судебные приставы. По словам руководства исполкома, работа с должниками идёт, но энергетики не видят результата, а потому неплательщиков отключают от света. Василия Хузина, Айдар Кунафин, Вести Татарстан, Чистополь.